В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Пенсионерка Дина Плетнева в доме номер 9 по улице Некрасова живет уже четверть века. В своей квартире ей всегда было надежно и уютно. Однако в последнее время жить спокойно не получается. Нахождение в четырех стенах, по словам хозяйки, превратилось в испытание. Подробности у Гульнары Сидзиковой. По словам Дины, вот уже третий месяц жить дома просто невыносимо. Она постоянно слышит гул и свист. Проблемы возникли с момента установки шайбы в общедомовой системе отопления. Как признается хозяйка квартиры, если днем она отвлекается на домашние дела и просмотр телевизора, то ночью свист не дает спать. Беруши и таблетки помогают лишь на время. А когда вот наступает ночь, такой вот как будто в котельной сидишь. И уши затыкаю берушами, на беруши еще подушку делаю и все равно свистит в ушах, потому что вот такой свист уже вот именно. Потому что когда вот эта вот система отопления, а туда еще вот шайбу делают, вот она как бы создает сопротивление, и вот создается такой шум и свист. Вот. И вообще это просто такое неприятное такое. Это очень неприятно. Я, конечно, понимаю, что я сейчас вот уже на пенсии, да, ну, я в школе работала всю жизнь, я в садике работала, я учителем работала, я столько все равно пользы принесла тем, что вот работала. А сейчас вот я на старости лет, почему я должна так мучиться, я не знаю. Просто нету никакой жизни. Я вот ухожу на улицу, и у меня вот только тогда этот свист в ушах прекращается. Прихожу, через некоторое время снова начинается вот этот шум и свист в ушах. И я уже не знаю, что делать. Вызывала я этих диспетчеров, которые вот, Башка Моненерго, они приезжают, говорят, да, шумно, да, шумно, уезжают. Я опять остаюсь со своими проблемами. Они акты не составляют, ничего не делают. Была у начальника Башка Моненерго, заявление дала. Вот просто я не знаю уже, на кого надеяться. И потом я говорю, когда приехали из ЖКХ, что же мне, говорю, делать? Куда мне уходить ночью? Меня никто не пустит ночью. Я, что мне теперь, на вокзале, что ли, ночевать? Я не могу здесь уже вот ночевать ночью, потому что вот такой свист все время в ушах, и вот такой шум. Мне просто это вообще уже невозможно. Для того, чтобы прояснить картину происходящего, мы обратились в Янаумский филиал акционерного общества Башка Моненерго. Может ли дополнительное оборудование стать причиной постоянных головных болей, и для чего все же его устанавливают в многоквартирных домах? С 2018 года нашим предприятием началась работа по регулированию, гидравлическому регулированию тепловых сетей. Регулирование тепловых сетей происходит каким путем, гидравлический режим? Путем установки дроссельных шайб. Дроссельная шайба представляет металлический диск с отверстием уменьшенным. Для чего это делается? Это согласно федеральному закону, номер 190, о законе о теплоснабжении. Это делается для чего? Делается для того, чтобы равномерно распределить тепловую энергию для всех потребителей, как жилых домов, так и других потребителей. Смысл заключается в чем? В том, что ближайшие дома от источника, то есть от котельной, которые находятся в непосредственной близости, эти дома у нас работают с перетопом. То есть в этих домах у нас теплосъем происходит не полностью, то есть здание больше тепла не может взять больше того, что оно взяло. Согласно гидравлического закона, жидкость идет по наименьшему сопротивлению, она не будет идти на отдаленные участки, когда она может с ближайшего развернуться и уйти обратно. Поэтому у нас получается перетоп. И в котельной у нас уже регулировка, то есть мы чем выше будем давать температуру, она тем больше будет в ближайших домах. А дальние дома, вот как не было недостаток, так и будет. Сейчас во всех домах установлены узлы учета, общедомовые. Если у них будет перетоп, если соответственно жителям придется платить больше. А так они будут нормативны. Но бывают случаи, когда народ, я не знаю, кто распространяет такие слухи, что это устанавливается для снижения температуры. Это не для снижения, а для приведения нормативной температуры в домах. То есть если в доме сидят они 28-29 градусов внутри дома. Для чего? Если есть узел учета теплового, естественно они будут платить больше. А если мы приведем в нормативные, соответственно они и будут платить, и оплаты будут меньше. Регулировка гидравлическая, она производится 100% на все объекты. Соответственно, если есть какие-то проблемы в доме, нехватка тепла, все-таки совсем уменьшилось ниже нормативных, подается заявка. У нас круглосуточная диспетчерская служба. Они выезжают. Если в доме действительно температура занижена, они достают эту дроссельную шайбу, увеличивают диаметр, устанавливают. Они будут делать до тех пор, пока в доме не будет нормально. Такого шума, чтобы они превышали, фактически нет. Но если есть какая-то проблема с шумом, выезжают наши представители совместно с управляющей компанией. То есть смотрят, есть шум, нет шума. Если граждане убеждены, что шум все-таки есть какой-то сильный, были представители нашей организации, управляющей компанией, если жители не согласны, могут обратиться в Роспотребнадзор и замерить уровень шума. В гости к нашей героине приходили сотрудники Роспотребнадзора. Они замерили уровень шума в квартире. Сейчас она ждет результаты тестирования. А уже по итогам замера станет ясно, необходимо ли внести изменения в конструкцию шайбы. Ведь самое главное, чтобы жителям было тепло и комфортно в своих домах. Гуляра Ситти, Каванил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 1 миллиона 700 тысяч жителей. В Башкортостане их число превысило 11 тысяч человек. За последние сутки прибавилось еще 96 заболевших. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 5 ноября в Янаульском районе зарегистрировано 1100 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них один пациент со средней степенью тяжести заболевания получает медицинскую помощь в инфекционном отделении Янаульской ЦРБ. 4 пациента получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамск. В республиканских учреждениях продолжают лечение 2 человека. Кроме того, 244 пациента находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID-19. Выписано с выздоровлением на сегодняшний день 825 пациентов, что составляет 75% заболевших. Итого, на данный момент в районе 251 человек получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине на 14 дней под наблюдением находится 147 контактных лиц. За весь период зарегистрировано в районе 103 семейных очага, где заболели коронавирусной инфекцией 240 янаульцев. Все подразделения Янаульской ЦРБ работают в режиме повышенной готовности. Ежедневно в день проводится до 200 заборов мазков на COVID. По предписаниям территориального отдела распотребнодзора еженедельно обследуются контактные сотрудники нескольких организаций района. Еще раз напоминаем и рекомендуем населению района соблюдать меры профилактики по коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать дистанцию. Будьте здоровы! В настоящее время резко ухудшилась эпизодическая обстановка по птичьему гриппу в соседних регионах, в Челябинской области и Республике Татарстан. В связи с этим наша республика вошла в зону риска заноса этой болезни. Птичий грипп – это острое инфекционное заболевание пернатых, передающиеся человеку. Он характеризуется острым лихорадочным синдромом, поражением легких и высокой летальностью. О мерах профилактики этого заболевания рассказал начальник ветстанции Янаульского района Ильвир Вильданов. В связи с этим еще раз хотелось бы донести до нашего населения, кто сегодня держит птиц, о том, что вот это заболевание, заболевание грипп-птиц, оно настолько высокопатогенное, болеют все виды птиц, кроме диких птиц, которые тоже болеют, но она заболевает бессимптомно, и они являются носителем этой болезни. И сказать о том, что болезнь проявляется в двух формах – это сверхострая форма течения болезни и острая. При сверхостром течении болезни поголовье птиц погибает резко, моментально, без проявления клинических признаков. При остром течении можно будет наблюдать клинические признаки такого характера, как истечение из клюва, высокая температура, искривление шеи, синюшность гребешков, судороги, параличи. Вот такие характерные признаки для этой болезни. В случае выявления такого рода признаков, необходимо сообщить сразу ветеринарную станцию. Какие же меры профилактики на сегодняшний день? Они в основном общего такого характера. Необходимо прислушиваться к этим рекомендациям. В первую очередь на сегодняшний день необходимо изолировать всю птицу, которая имеется, то есть закрытый режим содержания переводить. А ту птицу, которая достигла на сегодняшний день убойного веса, сегодня было совещание Международной республиканской комиссии по недопущению возникновения особо опасной болезни, которая тоже предлагает населению, чтобы, как я уже говорил, то поголовье, которое достигло убойного веса, необходимо уже забивать на мясо, не дожидаясь до холодов. Сегодня уже температура позволяет. Еще раз хотелось бы сказать, напомнить о том, что при приобретении цыплят и других животных мне в первую очередь необходимо их приобретать только у тех продавцев, у которых есть соответствующие документы на этих животных, то есть из благополучных мест и подтверждающие здоровье этого животного. То есть ветераны с управлением документов должны быть. Без этого не нужно приобретать тот или иной скотт, и также и корма, потому что корма тоже являются разносчиками при переносе вот этих различных заболеваний инфекционных. Поэтому иметь вот это тоже надо в виду и соблюдать, и, соответственно, прислушиваться ко всем этим требованиям. Памятки во всех населенных пунктах мы стараемся развешивать, довести до всего населения. Сельские советы, главы сельских поселений также информированы, они знают, мы всю ситуацию, которая на сегодняшний день в округе происходит, мы доводим, чтобы также они донесли до каждого владельца животных. Остается только лишь соблюдать, потому что каждый владелец несет ответственность за здоровье и за свое содержание имеющего скота. Ежегодно в разных регионах России тонкий лед становится причиной гибели людей. Нередко в их числе оказываются дети, которые гуляют вблизи незамерзших водоемов без присмотра родителей. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Если температура воздуха ночью выше нуля градусов держится больше трех дней, то прочность льда снижается на 25%. В первых числах ноября во многих уголках нашей страны стартовала профилактическая акция «Тонкий лед». Для предотвращения гибели людей на водных объектах министерством по чрезвычайным ситуациям объявлена профилактическая операция «Тонкий лед». То есть вот в этот осенний период, когда еще лед не совсем окреп, мы пытаемся донести до жителей района о том, что это опасно, надо быть осторожными, внимательными и не допустить гибели людей. Особенно внимания обратить детям. Не отправлять их одних на прогулки, игры, связанные со льдом, с речкой и так далее. Вот мы довели эту информацию до всех руководителей, до всех глав сельских поселений, городского, до всех руководителей организаций предприятий, в том числе директорам школ, чтобы они могли поработать с учащимися, чтобы руководители могли поработать со своими подчиненными, о том, что это опасно, что этого нельзя допустить. И давайте вместе мы с вами будем работать над тем, чтобы этого не случилось. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 6 ноября. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1943 году, советские войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. Первый украинский фронт под командованием Батутина провел наступательную операцию за 10 дней. Наши безвозвратные потери в ней составили менее 1%. 65 наиболее отличившихся частей и соединений получили почетное наименование «киевских». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok